Я помню как-то вот с этого, когда я приехал в кругосветке, там просто интересно, фотографии примерно одинаковые, по качеству, примерно все одинаковое. Посылаю фотографии, там, что говорят, 10 фотографий, два, берут две, они почти проходят. Потом, значит, на сегодняшний день, посылаю, 10-8, ну, что такое, например, наверное, и тоже. Потом я думаю, так, ладно, я понял, что там просто два человека сидят, один слой, другой слой, на кого по поддержке, надо шанс увеличить, короче, я беру, условно говоря, там, Ничан снял, ну, там, город такой, 20 фотографий автомат, берем, случайно, да, на 10, 10 сюда и сюда, и посылаю, вот, от одной десятки берут 8, от другой берут 2. Ну, они, знаешь, вот, ну, просто по номерам поделены были, знаешь, вот, четные, нечетные номера, то есть, четные номера берут 8, а вот нечетные 2, ну, как? Ну, барлык, я просто к тому, что там нету, нету, не объясненных критерий, нет критерий, объективных нет, переносы, и, соответственно, новые фотобанки, они берут обычную померку, когда появляется в том фотобанке, он обычно берет 2.10. Потому что у меня есть еще, я иногда снимаю не до потушений, а дома, а, ну, вам, пацетно, как бы. А он уже понимает, что когда ему присылают башню какую-то, то у него уже в 50 этих башня, и он как бы смотрит, насколько это крутая башня, говорит, но она как бы, да, она там, нет, она в 50 башня, но она где-то в районе, по рейтингу если поставить, она где-то в районе 30, но у нас там не 30, вот если она где-то в десятку тянет, тогда надо выбрать, а этому, говорит, ну она в топ-1 станет, потому что у нее ни одной башни нет. Ну вот у меня в сайте все перечислены в фото-банке, но там, так сказать, да, я, говорю, где-то я в десятку тянет, которые реально приносят деньги, да, ничего удобного, так сказать, я говорю, если ты фотографию правильно обработал, если ты ее вместе с теги забил, все ключевые слова, название, описание, все, то вот что, ну как бы времени много не на тратить, то есть, ну, фото-банк, открывается, там открывается новый фото-банк, а у меня там уже, я не знаю, портфолио там, десять тысяч, и я прям сразу, да, все эти, ба-бах, и они уже там, график, вот, и они пошли, да, и они пошли там уже дальше, там, в смысле продаваться. Ну, десять тысяч, это каждый нужно на теги написать, описание, это же не так бывает. Да, ну, это один раз, вот чем фокус, ты один раз это делаешь, у тебя уже готовы лежать фото, поэтому, когда ты на день фото-банку послаешь, не надо вручную на каждом фото-банке их описывать, не надо, у тебя уже готовы. У тебя уже внутри фотографии, уже в файле записаны, уже записаны все, поэтому, когда прислали, там бывает по категориям надо раскладывать, то есть, в некоторых фото-банках надо еще категории выбрать, ну, там, понажимать, а в некоторых без категории берут, то есть, сами, вернее, ставят. Причем есть совершенно такие вот странные фото-банки, которые, там, скажите, вот английский фото-банк за фунты продает, чего он там, у него там сайт-элемент, то есть, там, он, значит, как бы, торговал изначально знаками дорожными, ну, а брал фотки вообще любые, значит, ну, все, я ему на поле загрузил и не смотрю, но больше 10 тысяч, по-моему, это, как раз, где-то, где-то тихо в Англии, что-то там тебе скрипит, там, типа, не знаю, там, по 30, там, 50 долларов, там, где-то, как-то собирает, откуда, к чего, где он там, их там, продает, ну, чего он сидит, так тихо, я так, ну, периодически к нему захожу, там, система какая, на фото-банках, значит, вывести деньги можно только по достижению определенной границы, то есть, там, 5 долларов не увидишь, то есть, там, например, обычно, как, 75 или, вот, на шетер-соте минимум 75, а на других банках, значит, минимум 100 долларов, то есть, когда у тебя 100 долларов затягут, значит, выводишь, и поэтому, получается, как, шетер-сот каждый месяц присылает, ну, тоже все равно, может, 75 по-любасу получают, а другие фото-банки, ну, периодически заходишь, смотришь, сколько, 100 набрал, нет, ладно, потом раз, другой, там, возможно, пропустил момент, уже 10, ну, ладно, и выводишь, вот, и, поэтому, получается, даже, как бы, смысл, чтобы понять, сколько зарабатываешь, надо собрать, смысл за год, статистику, на каждом статистике есть, берешь за год, делишь, а вот так вот сразу не можешь сказать конкретно, и бывает, естественно, как в любом деле, то есть, подъем и спады, например, всегда спад в августе, период отпусков, соответственно, как бы, потребность падает, сентябрь, наверное, сентябрь, обычно, самый продажный, да, то есть, как бы, обычно сентябрь, это будет, когда все, так сказать, начинают, новые проекты, кидывают, еще, как-то, подъем, такой, подъем, но там же на доллары все, вообще же на доллары, то есть, у меня как раз наоборот, не кризис, у меня как раз наоборот, не кем-то, у меня там все в долларах, фунтах, вот, один, подъем, в долларах все работает, так что, и покупают, в основном, там, вот, так что, это никак, 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 так что, это большое тоже плюс, что, такой, в рублях, я просто при этом делаю эти видео, как раз, когда вот эти валютные, валютные, эти предрешения были, он как раз уже и жировал, когда там, 70-80 долларов за доллар, вообще, да, вот, вообще, вот, вот, и, соответственно, да, я же говорил про фотографии, но, в принципе, сейчас все фотобанки, короче, видео, я еще и видео, соответственно, тоже запуливаю, но на тот же фотоаппарат снимаю видео, да, тоже на тот же лиркальный фотоаппарат снимаю, качество глаза проходит без проблем, да, и снимаю видео, прямо на тот же фотоаппарат и два этих фотоаппарата посылаю, с видео, там, система такая, там, продаж, как бы, продаж, как бы, меньше, но, я говорил, за фотографии, если там платят 28 центов, то за видео, соответственно, 20 долларов минимум, то есть, поэтому, продаж, как бы, если видео, хоть как бы, меньше, ну, как, так же, как фото, там, как бы, сказать, специфика, как бы, так, убираешь кусочек, там, от 6 секунд до минуты, и вот, тоже, аудиториал есть, либо, там, с модельным релизом, то есть, ну, то же самое, как фотографии, и у меня очень часто бывает фото и видео, примерно, как бы, с одного ракуса снято, и, например, это просто фотоаппарат, и, так же, так вот, очень часто, что разные, так сказать, эти бывают, причем, даже бывают совершенно такие, вот, как бы, необычные, но, ну, так сказать, у меня, вот, например, бессиллеры попало в видео, причем, даже, видео, так вот, просто фото снимал, а потом видео снял, это в этом самом, был в Мексике на руинах, да, ну, что же, как бы, сказать, там, просто каменная голова, такая была, скидно, руинах, вообще, ничего не происходило, собственно говоря, знаешь, видео, там, звук, ну, какой-нибудь, что-то всем, как-то, понадобилось, вообще, не знаю, как-то, ну, то есть, ну, как, всегда, вот, что интересное, знаешь, как при, при этом, сам, при сборе грибов, ну, когда, вот, не знаю, чего, а, вот сейчас, буквально, когда вчера купили видео, в Иране, мечеть, вообще, там, там, с людьми даже не ходят, стоит мечеть, знаешь, как бы, как бы, фотка, как бы, то, что на видео снято фотка, все, опять купили, зачем, кому приспичило, вообще, непонятно, ну, что, и вот, у меня фотографии, естественно, с этой фотографией. Тут именно по правилам простота гениальность, гениальность. Ну, с одной стороны, да. С одной стороны, есть какие-то закономерности, а с другой стороны, есть удача-неудача, есть случайности. Когда-то случают, вдруг раз я говорил с этим самым, я приводил уже пример с видео, сфотографировал, снял фонтан, 3 года вообще никто не покупал. А потом вдруг стали покупать-покупать, я думаю, надо еще переснять покруче, приезжая, там воды нет, хрен с ними, чтобы что-то у себя самого посмотреть, как вода течет. Так что бывают и такие вот разумения. Потом у меня в бессиллеры попала фотография в этом самом, был в Лиме, в этом самом, в Перу. Это президентский дворец, прямо на центральной площади, причем к нему подойти нельзя, там железная решетка в охране. Через железную решетку засунул в топор, отщелкнул, это дворец. Стабильно бессиллер такой. Ну ладно, люди рассказывают там какую-нибудь бюрократическую новость, какая-нибудь про римские, про перуанские стаблишмы. И там все время паспорт. Фотографии, вот это дворец. Вот он, дворец, все. Потом в этом самом, я когда был в Мехико, там на центральной площади, там тоже дворец стоит, но он как-то неудобно. Это его снять как-то и неудобно, что он там вот снизу, там все время что-то люди лезут. Ну как-то вот это. Короче, я снял верхнюю половину, это верхняя половина тоже очень хорошо продается. Кому нужна одна верхняя половина? Ну хорошая половина, наверное. Ну да, хорошая половина, наверное. Тоже вполне, так сказать, бессиллер, тоже реально вижу, как продают. И там еще интересно, заходишь на фотобанки, там они прямо выкладывают сразу фотки, которые вот тебя вот прям покупают, буквально в онлайне. Сразу себе фотки показывают, которые у тебя покупают. Это сделано для чего? Ну во-первых, это тебе вот для контроля, чтобы фотобанк тебя не ворует. То есть любой человек может убедиться, что фотобанк его деньги не ворует. То есть ты заходишь под чужим именем, ну просто говоря, прозрачность просто. То есть имеется в виду, что они как, продают и говорят, мы продали фотки. А ты как узнаешь, что продали, что не продали? Ты смотришь, как раз все продали. Хотя оно написано, да. То есть я говорю, если ты не доверяешь фотобанку, ты хочешь узнать, они вообще обманут тебя или нет. Ты по чужим именем заходишь, за доллар покупаешь свою фотку и потом смотришь. Она у тебя продана или нет? А если ты купил за доллар свою фотку, она у тебя не лежит проданным, то ты там спокойно подаешь на этот фотобанк в суд и, так сказать, его разоришь за 3 копеити. Вот именно под своим ником нельзя посмотреть проданы? Нет, ты как раз продан или не проданы сможет по своим именем. Я говорю, нет, ты хочешь себя проверить, но чтобы под своим ником, если курс покупать, они у тебя не появляются проданы, да, то ты спокойно идешь к адвокату и заработаешь больше, чем на всех фото банках раньше заработал. Ты просто адвокату, смотри, ребята, видите, вот на продаже, я укупил фотку у себя, а вот вы видите, мои проданные нету. Отсюда мой вот, фото банк своровал, продал мою фотку. Но я сомневаюсь, мне кажется, что любой фото банк понимает, что на такой степени легко поймать. А среди того, что такое количество пользы, обязательно найдется один желающий. Конечно, я не буду заниматься, я не буду заниматься. Но если человек, наверняка найдется, человек, который такую фигню сделает. А как его вычислишь? И за этих 40 центов, в смысле фотобанк, чтобы рухнулся в жизни, нахуй никому не надо. Там была интересная история с копирайтом Шетерстоки. Один очень крутой фотограф, который зарабатывает там, не знаю, несколько тысяч долларов в месяц. У него портфолио там большое, причем профессиональный фотограф снимает специальный фотобанк. Кто тут мне говорил про эти самые, про эти самые, что специально снимает здесь всякие мелкие предметы судьи. Короче, поймали его на фотке. Значит, там лежит картошка, ну несколько картошки. А на заднем плане размытые такие горы. Ну так, размытые там, просто задник такой совсем, знаешь, как вот, не в фокусе. Автор фотографии, где вот эти горы были сняты, которые размывались, наехал и заблокировали. Мужика все в портфолио заблокировали. Его полностью заблокировали за воровство вот этого задника, то, что он взял задник, размазал его и прилепил. Как бы чужой задник использовал, чужой в фотографии гор, размыток, не один к одному, не тупо, да, кусок или дельфану, а размазал. И там у него картошка на крупном плане, на переднем плане лежит. Блин, задник, размазанные горы. И вот эти размазанные горы, его поймали за размазанные горы и все. Улучшил свою фотографию? Кто-то же поймал, доказал, причем там же не просто так тупо, знаешь, твою фотографию, потом ты сказал, что моя фотка же, вот же я, вот, легко, а доказать. А гора размазанная, надо же доказать, что была вот у меня не размазанная гора, похожая на этот, сранит, размазан. Но при этом он же сам сделал эту фотку. Не сам, взял чужой фотку. Комбинировал. И засунул свою, и стал продавать. Они там объясняют, нельзя продавать чужие изображения от своего имени. Все, и даже кусочки вставлять нельзя чужую. А потом еще раз, то есть тут даже мелкие. Вот, вот я про что и говорю. Поэтому, там вот, я говорю, я уже рассказывал в начале, американская система, там очень на всем, всем слове ловит. То есть вот, то, что у нас не считается воровством, у них, так сказать, это преступление, за которое можно бешеные деньги заработать. Там вопрос, кстати, про деньги. То есть, как бы, ничего личного, как бы, никто там, смысья, не будет, смысья, обсуждать за что-то, что ты воруешь. Все просто понимают, что, если ты сворал 10 рублей, то, значит, это, значит, можно этим воспользоваться, и заработать на тебе 10 тысяч долларов. Причем, не надо тебе, значит, ничего говорить, просто заработать на тебе 10 тысяч долларов. Вы нормально, ты иди дальше воруй, еще 10 рублей и своруешь, и еще 10 тысяч долларов на тебе заработаю. То есть, у меня есть вот система такая, у них американская. А вот сложно ли понять? Поэтому, когда ты воруешь на 10 рублей, ты должен понимать, что даешь повод людям на 10 тысяч баксов заработать на тебе, и думаешь, что она хрен знает. А вот самому сложно понять, что твои фотографии где-то есть? Сейчас очень легко, потому что сейчас есть поиск гугли по фотографии. Ты забиваешь свою фотографию, и сразу все твои... Нет, ты забиваешь свою фотку, и просто найти эту, так сказать, вот фотку, и она по интернету выискивает твою фотку. И даже кусочки этой фотки твои найдут. То есть, компьютер контрольную сумму вычисляет фото и ищет поиск. Да-да-да, то есть, очень легко сейчас. Я вот в этом самом, когда на меня на фотобанк один наехал, короче, купили у меня фотку этого самого моста в Иране, еще 2006 года, которую там несколько лет никто не покупал, вообще нахрен никому не нужна была. Вдруг кому-то срочно понадобилось, купил эксклюзивно, там, 207 долларов мне заплатили, эксклюзивно, короче, фотку купил. А я в путешествиях был. Короче, фотобанк мне пишет, ты засранец, удали фотку. А я просто в интернет не захожу. Я там по лесам хожу, потом себя спускаюсь с гор. Бах, заблокирую. Говорю, ребята, что за фигня такая? А мне там пишут, ты фотку-то типа удали, мы за тебя продали. То есть, мы, когда продавали эксклюзивно эту фотографию, мы честно написали, что мы не гарантируем, что вдруг эта фотка продавалась раньше. Но мы гарантируем, что она не будет продаваться впредь. Короче, я эту фотку беру, в поезд запускай. И все вот эти повылазили фотобанки мои другие, где она лежит. Я полез по всем этим фотобанкам. Значит, их оттуда поудалял. Потом написал, говорю, ребята, я удалил. Тогда меня в этом фотобанке установили. Вот, я просто говорю, что вот даже не легко было найти. То есть, я беру свою фотку, забиваю все вот эти фотобанки, в которых я даже... Потому что я не знал, какие браленькие, не браленькие. Знаешь, я буду каждый фотобанк лезть, потом рыкопаться есть, нету. Она так тупо ее в фигах, и она мне все показала, все, где она лежит. Да, она в самом деле показывает, где эта фотка лежит. Поэтому сейчас найти ворону фотку, это вообще как бы даже вопрос. Любой, бери вот свою фотку, запускай в Google и... Если она у кого-то уже... Да, если она в другом месте, она сразу у тебя вылезет. Вот по поводу воронных фоток, у меня вот есть немножко похожая ситуация. Значит, был сделан цикл фотографий профессиональным фотографам, меня и подруги. И потом эти фотографии попали в одну государственную организацию, которая выпустила брошюры и продавала их за деньги. Естественно, нас никто не спрашивал об этом. Но при этом мы не фотографы, мы просто участвующие лица в этой съемке. Как бы, имеем ли мы право... Нет, только фотограф имеет авторские права. Я же объяснял, что ко мне, на меня вышел юрист, который с меня слезно просил доверенность, чтобы я ему разрешил от своего имени. Он говорит, я не могу подать от себя, хоть я вижу вот это воровство, я не могу от себя подать, только ты, автор, может подать. Автор может сказать, типа, да я как бы изначально делаю ключевое человечество, я как бы не хочу ни на кого ничего подавать. Вот я сказал, ну пусть покроет комсомольская правда живет воронными фотографиями. То есть имеется в виду, что только владелец авторских прав может подавать. Потому что твой образ используется для... Только владелец авторских прав может подавать. Потому что если он не против, то ни один юрист не может. То есть юрист может по доверенности от него. То есть если владелец авторских прав пишет доверенностью юристу, типа судите от меня, тот уже начинает судиться по черному. А если владелец авторских прав говорит, да мне по барабану, вот фотограф тот профессионал сказал, да и хрен с ними, уже ничего не делаешь. То есть ты подашь, тебе скажут, что ты такой, ты вообще никого отношений к этому не будешь. Ну а тот факт, что они с помощью твоего изображения тебя зарабатывали на этом деньги? Нет, 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 нет. То в данном случае ты не являешься автором фотографии, если ты по твоему изображению. Ты можешь, я говорю, попасть, только в одном случае, если там идет реклама, ты можешь сказать, что я не давал модель-релиз, я не давал разрешения использовать меня в рекламе. А если речь там идет, там типа абстрактно просто, там, сказать, вот моя фотография попала на годовой отчет Банка России. Ну и там просто, не моя, не я имею эту фотографию. Ну имею в виду, что, ну, как бы, этот самый Петропавловский собор снял в Санкт-Петербурге. Ну, как бы, ничего, никто никаких прав не имеет, собор старый, поэтому на него никаких прав нет ни у кого. И все, и взяли, и пожалуйста. Вот, поэтому только в том случае, если там написано, покупайте пиво, значит, там, типа Балтика и такая фотография, вот тогда бы ты мог подать, что сказать, ребята, я принципиально не пью пиво, это как бы нарушение моих, так сказать, авторских. А если они просто там написали, что вот есть такой слет ОВП, и ты там на переднем плане, там, пьешь пиво, ну, ты извини, ничего не скажешь, там, типа, да, вот открытое место. И вот если, можно подать суд, если у тебя домой к тебе залезли, и, как бы, ты разрешение не дал использовать, тогда подаешь пиво. Да, тогда, вот сказать, вот нельзя, тогда должно быть какое-то разрешение тебе. А если ты в общественном месте, то извини, ты уже, ты уже согласен с тем, что ты... Но если ты при этом главный объект съемки, то есть это не просто толпа. Не важно, не важно, даже если ты в общественном месте, все, ну, даже кинозвезды. Ходит кинозвезда, выходит из такси, значит, поднимает ногу, у нее там виду трусов нет, она ничего не делать не может, потому что она в общественном месте выходит из такси. Если бы она, значит, без трусов дома была сфотографирована, тогда бы она подала в суд. А так, типа, как бы, извини, что ты ходишь там, без трусов в общественных местах. Нет, ну это просто одна из таких бестселлерных фотографий, там, кинотеатра, как выходит, там, типа, ногу, значит, так себе поднимая, там, фотография, просто, как вы видите, что она без трусов. Я имею в виду, что она же ничего не может сделать, то есть она не может никакой замутиться, типа, да, вот, ну, да, ну, не права, ну и все. Болера, если бы ты купил фотографию, допустим, и можешь с ней что-то делать? Нет, ты покупаешь не фотографию, а ты покупаешь по в зависимости от лицензии, у тебя есть лицензия, которая все-таки может использовать. Если по Reactive Free для лицензии, то ты можешь куда-нибудь просто засунуть там, или, в смысле, когда она не является основным объектом, то есть у тебя, условно говоря, идет журнал, и там внутри, там, тысяча фотографий, и одна из них, и тысяч фотографий, вот обычной лицензии. Если у тебя идет на обложку, ну, для твоей фотографии, это уже расширенная лицензия, потому что фотография является основным объектом. Вот эта вот, например, фотография, она по расширенной лицензии, потому что без нее объекта нет. А в журнале, когда там куча сего, там нет твоей фотографии, другую поставим, то есть как бы не так важна. И тираж, если больше 100 тысяч экземпляров. Но это не важно, калаш не калаш, а имеется в виду, что это сам. Но калаш, я говорю, что да, это как раз одна из них. Можно не расширить, но если тираж больше 100 тысяч экземпляров, уже расширить. То есть это уже те, кто покупают, они уже обычно знают. Причем там же получается, система же какая, что платят больше те, кто покруче, а те, кто покруче, те понимают, что лучше заплатить 5 долларов в час, чем потом судиться за 10 миллионов. Потому что адвокат тоже понимает, кто ворует. Если там, скажем, своровал, если там, я не знаю, кто-нибудь, вот, ваши брошюры, понимаете. Не знаю, 10 лет будешь судиться, там на 100 рублей засудишь. Да нахрен с ним все. А если какой-нибудь такой крутой, то типа, да, того можно зацепить. Там кусок носа в леди твой, там кусок носа больше ты работаешь. Чем за, скажем, я не знаю, себя целиком в этом, касаемо авторских зданий. Да, получается, авторские права, они что-то регистрируются именно с момента того, когда ты стал... Ты сделал СИО, да, как-то с чем-то нажал на кнопку фотоаппарата. Нет, в том плане... Авторские права тебе уже принадлежат. Именно в интернете, как только ты выложил, например, микрофон? Нет, не как выложил. Как ты только сделал фотографию, а там уже тебе лежи уже и обладаешь авторскими правами. Там система есть какая-то, значит, то есть авторские права, они тебе сразу по умолчанию. Тебе не надо доказывать, что у тебя есть авторские права. Значит, но вот человеку, условно говоря, кто выложил в интернет, вот его можно спросить. А авторские права у тебя откуда? Он скажет, я это сам сфотографировал. Нет, вот здесь. Говорит, а ну ничего не надо доказывать. Говорит, я сам сфотографировал, он ничего не должен доказать. Но человек, который, если своровал, вот тут подникает. Говорит, ты у меня своровал? Я могу доказать, что это моя фото. Как ты можешь доказать, что фото... Ты говоришь, а у меня вот серия, у меня 20 фотографий похожих, а у тебя? А у меня только одна. Хорошо. Потом, у меня, значит, 20 мегапикселей, а у тебя фотография у тебя 4 мегапикселя. А куда ты взял, что ты мегапикселя? А у меня 20, у меня исходник. И ты уже доказываешь, что человек, который в интернете не должен доказывать, что она по умолчанию считается его. Человек, у которого своровали, вот он доказывает, что у него своровали. То есть, понял? Ну смотри, вот ты сфотографировал. Ну смотри, ты сфотографировал. Идет реакция про езду на мотоцикле, поем у вас точно здесь. Индонезий на мотоцикле. И хотите слушать. Ты не должен доказывать. Все. До того момента, пока на тебя кто-то не станет наезжать. Когда он не станет наезжать, тогда будут разбираться. Пока не наезжай, считай, это свое. Ты приходишь, говоришь, моя фотография, и он видит на слово. Но если выяснить, что это не твоя, то тебя судят за воровство. Все.